Не упустить ни одного ясного дня. Таков девиз Нахабинского клуба «Градус». День мотоциклиста тоже выдался погожим, поэтому компания готовится к очередному путешествию. Поездки на байках для одноклубников и есть самый настоящий праздник. Обычно такого плана мероприятия мы собираемся в кругу друзей, мы созваниваемся, собираем небольшую колонну, едем смотреть по ближайшему Подмосковью какие-то интересные места. Николай Мыльников – дорожный капитан «Градуса». На нем планирование маршрутов. А ДТП Николай знает не понаслышке. Сам попал в аварию в прошлом году. Но от байка отказаться не смог. Не знаю, я люблю мотоцикл. Без него как-то, ну, грустно, что ли, так сказать. Мотоцикл, он возит душу. Машина возит тело. Возят души байкеры «Градуса» не только на импортных «Ямахах» и «Хондах». В клубе есть и настоящий раритет. Старый добрый Урал собрали сами. Как говорится, с мира по нитке. Собирали отовсюду. Это не аутентичный мотоцикл. Он просто как бы из-за вида сделан. Что вот мотоцикл с коляской. Некое подобие военного. Это интересно завести, собрать, завести, чтобы он поехал. Такой же интерес в «Градусе» стараются разжечь в молодом поколении. В своих детях. Для Сережи Конова в его 11 починить и даже собрать байк не такая уж проблема. Пусть и с помощью взрослых. Вот и в сборке этого агрегата юный гонщик активно участвовал. «Да как-то шли, когда собирали в гаражах. И оно стояло рядом, около свалки. Ну, а почему не взять? Тоже пригодится. Вот, под сидением лежит деревяшка. Вот. Вот, может быть, видно немного. Просто тросик газа и тормозы идут. Вот. Вот. Педали вот сами делали, гнули. Вот. Что еще? Колеса от «Гольфкара». Заднее колесо от «Хонда Дио». Ну, бачок тоже от «Хонда Дио» и масляный. Мотоклубу «Градус» всего два года. Но уже есть чем похвастать. За плечами тысячи километров поездки в Брест и Крым. Эпидемия немного изменила планы. Например, обошлось без торжества в честь открытия мотосезона и пробега ко Дню Победы. Но главное не меняется. Дорога и скорость зовут.